Друзья, всем привет! Сейчас поговорим о наших ЗСУ и о том, как ими восхищаются, ну то, что восхищается весь мир в открытую, это правда, но и россияне, и российские пропагандисты, и российские военные, и даже военкоры российские, они восхищаются ЗСУ и в общем им тяжело это скрывать сквозь зубы, они себя, да, вот это все-таки выдавливают. И даже безумный Лукашенко. Сейчас расскажу вам подробнее, а вы подписывайтесь на канал, каждая ваша подписка помогает продвигать видео, больше людей видит его, больше людей знает правду, это очень важно. Сегодня очень многим людям нужна поддержка и нужно понимание, что происходит, и мы с вами это даем. Итак, поехали. Лукашенко. Безумный таракан собрал своих генералов и говорит, а украинцы там вот так воюют. Да, вот особенно его впечатлили мобильные наши группы, которые бьют. В общем, он восхищен, впечатлен. Послушайте его. Опять урок Украины. Самое эффективное в том числе со стороны украинских вооруженных сил оказались мобильные группы, которые мгновенно, неожиданно, приближаясь к противнику, который гораздо их превосходит, наносят разительные удары. Особенно по тыловым скоплениям войск. И хочет такое в своей армии. Но вот это у него, конечно, не получится. Это мы с вами понимаем, потому что украинцы сражаются за свою землю и за свои семьи, и за будущее свое, и своих детей и внуков. А за что Лукашенковская армия сражаться? За будущее Лукашенко и его коллег? Ну, поэтому понятно. Но сам факт впечатляет. Кстати, не только Усатый Таракан, но и Гиркин Стрелков, который в последнее время вообще скоро начнет ходить в такой футболке, друзья. Наверное, надо Гиркину подарить такую футболку, чтобы он именно в ней предстал перед судом за свои преступления. Это будет правильно, потому что он, во-первых, он, кстати, о Лукашенко говорит. О Лукашенко он говорит, что это хитрюга, и он все чувствует силу, и это правда. Именно поэтому Лукашенко и не вошел в эту войну. Там сегодня, в том числе Тихановская, выходит, говорит какие-то немножко странные заявления, что только благодаря, значит, к чему-то там не пойму. То есть Лукашенко не пошел в войну, потому что как-то ему помешали там внутри белорусы. Ну, давайте вещи называть своими именами. Лукашенко не пошел в войну, потому что он боится украинских ЗСУ, в которые, кстати, входят и белорусы-добровольцы, которыми мы абсолютно гордимся. И он понимал, что его войска тоже все прекрасно видят, и чем умирать в украинских лесах севера Украины, лучше пойти и снести таракана. Поэтому он и не пошел в войну, и это главная причина. Ну, послушайте, что говорит Гиркин Стрелков про Лукашенко. При всем том, что Бацко Лукашенко чрезвычайно любит изображать из себя этакого брутального самца, он очень осторожный и хитрый. Он очень осторожный и хитрый человек, очень большой, как говорится, политик. И никогда ничего тоже не делает до конца. В этом вот они очень солидарны с нашим президентом. Ну, Бацко более решительный, конечно, более там, можно. По крайней мере, имидж у него такой. Но, опять же, после наших блестящих, зияющих побед за два с половиной месяца, сложно ожидать, что Беларусь кинется, что Батька во главе Беларуси кинется в этот омут вниз головой. Ну, вот тут, знаете, не убавить, не прибавить. Ну, правильно говорит. Единственное, что он дальше говорит о том, что война еще может и перекинуться. Ну, что Лукашенко не собирается вписываться за Путина, это понятно. Ему тысячу лет не надо. Но он только своей шкурой озабочен. В принципе, как и Путин, только своей. Но вот Геркин говорит, что все еще может и на Беларусь перекинуться. По примеру, Курска, Белгорода, Воронежа. Послушайте. Единственное, что могу сказать. Воевать белорусам все равно придется. Вот все равно придется. Потому что эта война, которая идет на Украине, она рано или поздно перекинется и на территорию Российской Федерации. Собственно, она уже перекинулась. Потому что если обстрелы, регулярные, ежедневные обстрелы российской территории не считать войной, ну тогда что считать войной, простите? Дойдет очередь и до Беларуси. В общем, вот так считает Геркин. Но слушайте, ладно там Геркин. Уже военкоры российские абсолютно открытые пропагандисты. У них есть такой Сладков. Он там катается по Донбассу, везде там, значит, российская армия. Так он говорит, посмотрите, какие машины у украинцев. Это они сами делают, это не привозные, это украинцы. Да у них вообще сильная армия. Послушайте. Был опетен еще с документами взять. Трофейная техника. Казак. Бронемашина. Смотрите. Бронеколеса, которые могут на сдутых шинах двигаться. Сейчас внутренности покажу. Получается, вот место оператора. Там командир с водителем. А здесь семь десантников. Вообще все похоже на офис. Да мы-то не хуже делаем, мы можем делать и лучше. Просто речь о том, что уважение к противнику и конкуренция боевая, она ускоряет, капитализирует процесс наших движений к успеху. Чем сложнее у противника, мы должны лучше делать. Да, они завидуют. Завидуют. Великая держава. Ай-яй-яй. Вторая армия в мире завидует сегодня Украине и украинцам. И тому, что мы сами делаем. А еще в нам поступает и западное оружие, которое, друзья, тоже очень, даже и очень. В том числе и беспилотники, и многое другое. Ну а у второй армии мира мы знаем, какое оружие. Там есть разное тоже. У них есть и оружие, и достаточно сильное. Но то, что с советских времен осталось. Но современное у них оружие, вот их беспилотники, это вот беспилотники сделаны из бутылок. Я не шучу. Наши сбили один из беспилотников и выяснилось, что вместо топливного бака у него бутылка. Посмотрите. И перейдемо до самого главного. До тех самых духовных скреп, без которых не может иснувать жодная российская сучасная технология. Без бутылки або пляшки по-нашему. Но это серьезно. Это не фейк. Вот тут написано топливо, зажигание. А вот тут вы видите просто крышечку от пластиковой пляшки, которую вырезали из какой-то бутылочки, я так понимаю. Может из-под минеральной воды. И вклипали сюда корпус. И выкористовывается все это, ну, как видите, где-то вот так. Ну, в общем, это, конечно, курам на смех. В общем, все вот эти чмони собрались и потащили свои беспилотники из бутылок и с этим пытаются воевать. Знаете, я не хочу здесь как будто там все чмони и все беспилотники из бутылок. Там у них есть и серьезные войска, у них есть и солдаты, которые сражаются. И тем более впечатляет подвиг наших ЗСУ. И тому моя вера ЗСУ, моя сила ЗСУ, друзья. Вот. Оце и правда. Пишемысь нашими ЗСУ, допомагаемы им и тримаемы стрей. Слава Украине!